МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошедших в этом году Европейских играх у гомельских спортсменов 20 медалей и второе место в общем командном зачете страны. Результат хороший, но как укрепить его в преддверии Олимпиады в Токио? От чего зависят эффективность выступлений и результативность работы с кадрами в спорте? Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Начальник управления спорта и туризма гомельского обл. сполкома Денис Езерский. Здравствуйте, Денис Владимирович. Рад видеть. Директор гомельского государственного училища Олимпийского резерва, заслуженный работник физической культуры и спорта Беларуси Василий Жиранков. Я снова здравствуйте, Василий Васильевич. Директор гомельского областного центра Олимпийского резерва по грибным видам спорта Сергей Макарчук. Добрый день, Сергей Владимирович. И генеральный директор хоккейного клуба «Гомель» Виталий Усович. Виталий Юрьевич, добро пожаловать. А начнем мы со знакомства с тренером-преподавателем Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва Михаилом Оземшей. Михаил Константинович, спасибо, что приехали. Располагайтесь. Сегодня мы говорим о подготовке спортивных кадров. Знаем, у вас немало звездных воспитанников. Что необходимо, на ваш взгляд, чтобы таких примеров по области было больше? Надо трудолюбие, устремленность, вот, и самое главное, трудовая дисциплина присутствовать. То есть, я понимаю, вы строгий тренер? Ну да, получается, да. А как же щепотка удачи? Без нее тоже, наверное, никуда. Если это все сопоставимо, то и удача. Удача только тому сопоствуя, кто настойчивый очень. В общем, терпение и труд все перетрут. Вот в продолжение темы о ваших звездных воспитанниках, пример в тему Ольга Худенко. Только на недавних европейских играх две золотые медали. Одна серебряная и одна бронзовая. Здесь, мне кажется, должны быть отдельные аплодисменты. Заслуженные, правда? Вы помните тот день, когда познакомились с Олей и ее семьей? В поисках перспективных абитуриентов. Вы отправились по районам Гомельской области? Да. Позвонили из Хойник и сказали, надо подъехать, тут есть девочки, которые надо просмотреть. Такой тренер Кудрицкий, он раньше, он жил за Хойниками в деревне Клевы, там, а ездил в Хойнике и вел секцию по легкой атлетике. И вот он мне позвонил, я приехал, мы с ним сели вместе и поехали к Оле домой. Ну, сразу мы разговор вели с мамой, вот, а они жили в общежитии семейном, зашли, вот, мама была дома, она уже ждала нас, мы обсудили, а потом и Оля пришла. Оля пришла, мы начали ей рассказывать, что такое училище и как там учиться. Вот. Ну, решили, чтобы она приехала к нам, вот, и попробовали. Вы это решили, а как отреагировали родные, Оля, на ваше приглашение забрать девочку в Мозырь? Ну, вот они, они... С одной стороны, понимали, перспективно. Да. Но ведь и переживали, наверняка. Ну, конечно, все же мы берем на абитуриентство, на просмотр. Мы ее взяли, просмотрели, вот, она нам, как говорится, подошла. Она умела. Некоторые физические упражнения обычно проверяются восьмого класса, восьмого, девятого класса. Она там все могла сделать. В тот год вы были уверены, что взяли себе звездную воспитанницу? Ну, вы знаете, их на отделении у меня десять. И все звездные? Ну, каждому видишь, что вот вырастет такая вот звездочка. Согласитесь, история была бы неполной без воспоминаний самой Ольги. Сегодня в студии олимпийский призер, неоднократный победитель чемпионата Европы и чемпионата мира, двукратный победитель и призер вторых европейских игр. Встречайте. Ольга Худенко. Добрый день, Ольга. Еще немного воспоминаний. Школьные годы, хойники. Какие планы в то время были у молодой девочки на взрослую жизнь? Ну, начнем с того, что к спорту я приобщилась очень рано. Еще в школьное время я ходила на секцию по легкой атлетике. Ну, выдающихся каких-то результатов у меня не присутствовало, к сожалению. Но мой тренер на тот момент, Кудрицкий, Валерий Ульянович, посмотрел на меня, говорит, Оль, говорит, у тебя какие-то плечи широкие, говорит, тебе, наверное, на греблю нужно. У меня есть, говорит, тренер знакомый. Возможно, созвониться, чтобы он себя просмотрел. Получится, не получится, ну, попробуешь. Я вообще понятия не имела, что такое гребли. У меня в хойниках, к сожалению, не речек, не водоемов. И плавать не умела к тому времени, мне рассказывали. И плавать я тоже не умела. Вот. И каких-то выдающихся результатов я тоже не показывала. Михаил Костянович умолчал, то, что я за тренировку могла по 25 раз вывернуться с лодки. Это он не сказал. И поругаться с тренером. Было всякое, да. Оль, какие опасения вызывал переезд в Мозырь? Незнакомый город, родные вдали, наверняка переживала. Ну, начнем с того, что я не смогу утаить. Я не хотела. Я очень сильно этого не хотела. Для меня была катастрофа уехать, в принципе, из дома. Но после того, как мы поговорили с Михаилом Костяновичем, он убедительно это все преподнес, эту информацию. Мне мама в тот момент сказала такую вещь, что, говорит, Оль, возможно, ну это единственный шанс вообще уехать с города, надо как-то себя реализовать. И, возможно, я только маму послушала на тот момент и подумала, ну да, возможно, действительно. Было очень тяжело. Я не буду скрывать без мамы. Я еще ребенком была, 13-летним. Было очень тяжело, я не скрою. Было тяжело переехать. А что самым сложным в первые годы было в тренировочном процессе? Пришлось себя перестроить однозначно? Да, перестроить нужно было кардинально, потому что у спортсменов уже режим, тем более училище Олимпийского резерва. Там все происходит только по режиму. Учеба, тренировки, все по времени. Вот, опять же, отъезд домой, я редко ездила домой, потому что, как бы, тоже не всегда получалось, не всегда получалось так, как хотелось. Надолго домой не пускали. Ну, первое время было тяжело, а потом дело привычки. Ольга, и в завершении, подводя черту в этой части разговора, как на твой взгляд, что главное в эффективной подготовке спортивных кадров? Как должен мотивировать тренер? Что должен делать спортсмен? Ну, я хочу отметить тот факт, то, что в нашей стране в последнее время, я благодарю СМИ, прошла популяризация нашего вида спорта. Если раньше о нем мало кто знал, то на данный момент, тем более после Европейских игр, я думаю, один из основных видов спорта, и об этом будет знать каждый житель нашей страны. Я в этом уверена. Ну, то есть после нашего фееричного выступления. Затем, мне кажется, у нас существуют в нашей области очень хорошие специалисты. Я хотела бы воспользоваться моментом, поблагодарить Денис Владимирович вас за вашу помощь, за вашу поддержку. Сергей Владимирович, вы создали для нас все условия, мы просто отсюда не хотим уезжать, мне сегодня прям очень грустно. Спасибо вам огромное и всему вашему коллективу ЦОРа. Ну, то есть условия, тренировочная база есть. Главное желание? Абсолютно верно. Главное желание и умение тренера заинтересовать спортсмена и приобщиться к спорту. А примеров олимпийских призеров и примеров на того, кого равняться, у нас предостаточно. Вот такая невыдумная история в качестве пролога программы. Скептики скажут, такие победы – генетическая предрасположенность полюшуков. Отчасти будут правы, но только отчасти. Ведь без системы и колоссальных усилий, как понимаю, вряд ли бы женская байдарка стала брендом страны. Согласна, Денис Владимирович? Абсолютно верно. Оля, наверное, сказала с точки зрения спортсмена и ребенка, который пришел в спорт, говорит о том, что сегодня есть традиции, система. И система на самом деле есть. Сегодня, если вдуматься в те цифры, которые сегодня бюджет Гомельской области тратит на спорт, а это 18,5 миллионов на содержание спортивных учреждений, на зарплаты, на выезды, на подготовку. Мы только в этом году 20 миллионов динаминированных рублей потратили на строительство новой инфраструктуры, поддержание старой, ремонт и реконструкции. Мы больше 5 миллионов потратили на приобретение спортинвентаря и оборудования. Это колоссальные деньги, которые сегодня вкладываются в спорт, и не только в спорт, но и в массовую физическую культуру, которая позволяет популяризировать и привлекать сегодня молодежь. Оля, правильно абсолютно сказала? Огромная поддержка СМИ, реклама, и к нам в спортивные школы идут дети. Приходят дети, здесь в этой студии совсем маленькая толика тех специалистов, профессионалов, тренеров, которые этих детей подхватывают, ищут в них талант и развивают его. И, конечно же, администраторы, руководители спортивных учреждений, которые сегодня создают эти условия и работают для того, чтобы и тренер, и спортсмен нашли друг друга и показали тот результат, о котором сегодня мы с вами говорим. То есть кадры и в этом случае решают все и даже больше? Абсолютно верно, потому что тут сегодня мы с вами с начала программы видим красивый пример, как тренер, селекционер увидел в маленькой хрупкой девочке талант, который огранили, и получился красивый бриллиант, который сегодня нас с вами радует. АПЛОДИСМЕНТЫ Я Олю, ну, знаю давно. Хорошо знаете. Вот, и я помню, скажем, эту девочку, да, ну, пусть она не обижается с периферии, вот, она застенчивая, она двух слов сказать не могла, да, сейчас посмотрите, это самодостаточный человек, она уверенная в себе, она увидела жизнь, все тяготы, все невзгоды. Но благодаря, вот, значит, тому, что она на своем жизненном пути, да, встретила тех же тренеров, может, это случайность, да, но случайности не бывает, бывает реальная объективность. И все, значит, сошлось к тому, что встретила Оземшева Михаила Константиновича, который сам по себе, ну, он дисциплинированный человек, и он предъявляет прежде всего права к себе, да, если ты не будешь являться примером для своих учащихся, ты не имеешь морального права предъявлять к ним какие-то, да, значит, вопросы по организации. Они видели, вот, этот человек в отпуске за всю свою жизнь, я уже говорил один раз только был, за всю свою жизнь, они видели, как это трудолюбивый человек. Есть пример. Сергей Владимирович, все-таки генетическая предрасположенность или колоссальный труд? Я вам скажу, вот, колоссальный труд, который прорабатывают спортсмены, хребцы, ну, это отдельная тема для разговора. Вот для примера я ситуацию такую расскажу, о колоссальных усилиях, которые они прилагают в учебно-тренировочном процессе. Ведь не секрет, что там рядом с ними находится обслуживающий персонал, который способствует тому, чтобы у них все было в достатке, они ни в чем не нуждались. И вот люди, когда проходят мимо спортивных залов и видят, значит, ту работу, которую выполняют эти хрупкие девушки наши, скажем так, они просто диву даются тому, насколько, значит, они самоотдаются этому виду спорта, насколько мощно они выполняют колоссальные объемы, что порой взрослому мужчине не под силу. О кадровом потенциале частично поговорили. Спортивная база. Какие объекты, Денис Владимирович, сегодня вызывают особую гордость? На самом деле, да, в Гомеле и в Гомельской области есть сегодня объекты, которыми мы гордимся. Я, наверное, начну не с крупных дворцов, а начну, наверное, с училища Олимпийского резерва и филиала Мозорского, потому что здесь сконцентрированы, на самом деле, и профессионалы, и в то же время, если говорим о Мозоре, это уже сегодня довольно-таки серьезная инфраструктура. Очередь дойдет, я думаю, в ближайшее время и до основного учреждения, да, в городе Гомеле, где тоже появится своя инфраструктура. Мы работаем сейчас над этим. Ну и те сегодня, на самом деле, колоссальные объекты, которые сегодня на территории области присутствуют, это и Жлобинский центр Олимпийского резерва, который является сегодня мульти, скажем так, красивое сегодня слово, да, мультиспортивным, где объединены, на самом деле, очень много видов спорта, и он сегодня готов принимать соревнования международного уровня, высокого уровня. Это и наш дворец легкой атлетики, это и наш дворец водных видов спорта, ледовый дворец, наш центр Олимпийского резерва по грибным видам спорта, потому что инфраструктура не стоит сегодня, расширяется. Это и на сегодняшний день те спортивные школы в регионах, которые появляются и реконструируются, и приводятся сегодня в соответствие с требованиями, потому что надо начинать оттуда, да, привлекает спорт в регионах в том числе, потому что более сильная молодежь там, в населенных пунктах сельской местности. И Василий Васильевич это и подтверждает, да, когда говорит о том, что основной-то костяк у нас, училища Олимпийского резерва, это ребята из периферии, не из областного центра. Поэтому объектов, которыми мы сегодня гордимся, их достаточно много. Радует, что такие объекты появляются действительно не только в крупных населенных пунктах, но и в небольших райцентрах. Это, справедливости ради, огромное вложение государства, финансовое в первую очередь. Как отследить отдачу? Конечно, завтра мы этой отдачи не увидим. Завтра, когда уйдут строители, и за это им большое спасибо, потому что они, на самом деле, с такой любовью подходят к восстановлению и строительству новых объектов, что туда приятно заходить. Завтра вот мы увидим массовую физическую культуру, потому что туда пойдут те люди, которые ходили, следили, наблюдали, как реконструкция происходит, либо строительство, и они идут туда из-за любопытства, и очень многие из них останутся. Вот те, которые останутся, возможно, особенно дети, они и будут составлять тот костяк, который придет в спорт. И все-таки, что первостепенно? Спорт высоких достижений или спорт массовый? Сложно вообще, мне кажется, проводить даже параллель. Нету большого спорта, на мой взгляд, опять же, субъективный может быть. Нету большого спорта без массового спорта. То есть, другими словами, через спорт массовый к спорту высоких достижений, Виталий Ильич? Понимаете, самое важное, я считаю, это производить очень качественный отбор среди детей, которые приходят к нам в наши спортивные школы. Вот. И давать детям возможность во время тренировочного процесса показать свои самые лучшие качества. Тренер должен быть очень опытным педагогом, очень квалифицированным человеком, чтобы различить в маленьком ребенке. Мы, допустим, на хоккей принимаем 6 лет, да? И понятно, что 6-летнего возраста определить, там, вырастет хороший хоккеист, не вырастет, очень сложно. То есть, надо дать ребенку возможность развиться, посмотреть на все его спортивные качества, на силу, на ловкость, дать ему возможность несколько лет позаниматься, да, чтобы после этого только определить, какой амплуа его направить, да, будет у него хорошо получаться, не будет. И, опять же, мы все прекрасно знаем, что очень много спортсменов, вот, даже как Ольга сама говорила, в 13 лет, да, она поменяла специфику, она поменяла квалификацию вида спорта. Это тоже надо поощрять. То есть, возможно, что не всегда с маленького 5-6-летнего возраста спортсмен или родитель спортсмена, он может уже определиться, в какой вид спорта отдать ребенка. А путем качественного отбора, качественного отсева, путем доверия своим воспитанникам и молодежи можно получить таких талантливых спортсменов, которыми сейчас и так богата наша область. Денис Владимирович, какие отзывы услышали и от спортсменов, и от гостей региона? Ну да, я хочу поздравить и гомельчан, и наших будущих гостей, которые будут приезжать к нам, о том, с тем событием, которое произошло, это появление в Гомеле и в Гомельской области биатлонного комплекса СОЖ. Такое он название будет и будет носить в дальнейшем. Мы все знаем о том, что, наверное, мы единственная область, областной центр, в котором не было лыжероллерной трассы, она наконец-то появилась. Ее небольшой километраж, километр, да, но с возможностью деления трассы позволяет проводить нам сегодня не только учебно-тренировочный процесс того отделения биатлона, который сегодня в Гомеле есть, но и спортивные состязания, и кубок, первый этап Кубка Федерации Биатлона показал на то, что мы это способны. Впечатление очень хорошее. Впечатление хорошее. Во-первых, мы добились вместе с строителями того, чтобы мы продлили инфраструктуру спортивную, грибного канала. Объект в черте города – это, безусловно, плюс. Я знаю, что было несколько вариантов, где возводить лыжероллерную трассу. Почему остановились именно на Новобелецком районе? Ну, вот вы правильно сказали, привязка к городу. Это имеет очень важное значение, этот факт. Это первое. Второе. Ну, значит, с целью оснеживания трассы лыжной мы можем безболезненно брать воду из канала. И она заведена туда система. И будет подача на снежные пушки в зимний период времени, когда будет температура приближенная к нулю и в минус пойдет. Поэтому тут тоже плюс. То есть это и удобство элементарное, и экономия в том числе? Безусловно. Не надо бурить скважины для того, чтобы брать воду из-под земли. Она вот здесь, на поверхности. И это удешевляет проект. В связи с тем, что у нас на объекте находится судейская вышка для гребли на Байдарках и Каноэ, ну и академической гребли, безусловно. Значит, это удешевило проект в плане того, что по всему периметру и в центре трассы биатлонного комплекса СОЖ, скажем так, распределены камеры видеонаблюдения. С выводом на пульт и на экран, на монитор, на вышку гребного канала. Это будет способствовать контролю за ситуацией на территории, как в дневное время, так и в ночное. То есть мы будем видеть то, что происходит на объекте. И еще одна сторона медали. Как понимаю, от этого соседства вдвойне выиграют гребцы. У них теперь появилась дополнительная тренировочная база в зимний период. Безусловно. Ведь мы знаем, что лыжный спорт и гребля – это сопоставимы по структуре виды спорта. Это положительный перенос навыка одного вида спорта на другой. И в период зимней подготовки гребцы, как правило, используют в своей подготовке лыжи. Поэтому это будет хорошим подспорьем для того, чтобы они могли осуществлять члено-тренировочный процесс на этом объекте. Гребцы – лыжи, а лыжники – греблю. То есть они в летний период... Ну, Денис Владимирович, мы знаем, что гребля – это сложный технический вид спорта. Поэтому сложно будет биатлонисту сесть в лодку и использовать ее с целью подготовки. Будем учить. Мне подсказывают, есть вопросы из зала. Предлагаю выслушать. Пожалуйста. Старший тренер отделения легкой атлетики Гомельского училища Платона Валерий Владимирович. Бывший замдиректора по спорту. У меня такой вопрос. Легкая атлетика – это вид спорта, который в летний период и в зимний период проводятся соревнования. Если в зимний период у нас хорошая инфраструктура, манеж у нас уже реконструирован, можно проводить любые соревнования, даже в Периодство Европы мы провели, то это очень здорово. В летний период у нас, конечно, сложнее намного. Сейчас идет реконструкция. У меня вопрос-предложение. Реконструкция, я понимаю, что она будет проходить, и она закончится. Но на сегодняшний день в Бресте нет хорошего стадиона, чтобы провести международное соревнование. Я хорошо это знаю. В Гродно нет такого же хорошего стадиона, чтобы провести международное соревнование. Возможно ли закончить реконструкцию так, чтобы мы в Гомеле, второй по значимости город Белоруссии, смогли провести по легкой атлетике международное соревнование? Спасибо за вопрос. Я думаю, что, естественно, сегодня реконструкция подразумевает под собой улучшение инфраструктуры существующей. Будет заменено полностью покрытие, стадион останется в тех же границах. И количество дорожек, которое было изначально, оно и будет тем же. Единственное, конечно, более высокого уровня станет покрытие, которое сегодня уже не соответствует. Поэтому я думаю, что в любом случае, конечно, матчевую встречу между Европой и Америкой мы не сможем принять. Но какие-то юношеские соревнования международные возможно в будущем и есть. Смысл рассматривать и заявляться. Все будет зависеть, конечно, от той инфраструктуры дополнительной, которая помимо замены синтетического покрытия будет появляться. Она там будет появляться. Поэтому все в наших руках. Самое главное, что мы приступили к реконструкции стадиона «Луч». И в этом году мы ее закончим. Ну а, соответственно, со следующего летнего и теплого сезона легкоатлеты получат уже возможность полноценно работать на обновленном стадионе. Но там же есть и плоскостные спортивные сооружения для метания. То есть если это в перспективе все объединить и вложить туда деньги, то тогда потоки можно повернуть с того же Минска сюда, в нашу Гомельскую область. Это как бы на перспективу. Так я имею в виду, Владимир Владимирович? Стадион «Луч» в свое время 10 лет подряд был лучшим стадионом в Белоруссии. И мы проводили все соревнования республиканские. Там инфраструктура по проведению, так же как для бегов, так и для метания. Я бы очень не хотелось бы, Василий Васильевич меня дополняет, чтобы эта инфраструктура ушла со стадиона куда-то далеко. Это будет как в Родной или как в Бресте. Она должна быть в комплексе на стадионе. Стадион как был легкоатлетическим, так и останется. Если Вы думаете, что он поменяет свое направление, это исключено полностью. Он сегодня остается легкоатлетическим основным ядром для Гомельской области. Заместитель директора Гомельского училища Олимпийского резерва Николай Ищенко. Я хотел бы вопрос на тему подготовки спорта высших достижений. Ранее у нас подготовкой спорта высших достижений занималась школа высшего спортивного мастерства. Далее были созданы ЦОРы, Центра Олимпийской резерва. Ну и фактически школа высшего спортивного мастерства была расформирована. Ряд видов. Это, допустим, велоспорт, тяжелая атлетика. Значит, ЦОРов нет. На сегодня вопрос, куда мы идем и как организовано это работает. Что стало аналогом школы высшего спортивного мастерства. Спасибо большое. Буквально, коротко. На самом деле, определенная реформа системы Министерства спорта и туризма привела к тому, что исчезло такое понятие, как школа высшего спортивного мастерства. В стране появились республиканские центры олимпийской подготовки по видам спорта. На областном уровне Центра Олимпийского резерва по тем основным культивирующим видам спорта, которые развиваются, развивались и имеют перспективу развития. И фактически, если на сегодняшний день у нас есть Центр Олимпийского резерва по гребле, единоборств, значит, легкой атлетики, которые на сегодняшний день аккумулируют большое количество спортсменов именно одного вида спорта, то такие виды спорта, которые не имеют большого распространения на территории Гомельской области, у нас спортсмены, которые показывают достойный результат, направляются на обучение либо в училище Олимпийского резерва, соответственно, если это отделение имеет место быть в училище, либо же передаются в Республиканский центр олимпийской подготовки. Не можем мы, значит, сделать по всем видам спорта Цоры, и, наверное, их и не должно быть столько. Все-таки лучшие кадры сегодня сконцентрированы и в Республике Врцопах, и в Цорах на областном уровне, ну и в училищах Олимпийского резерва. Поэтому сегодня система работает, она приносит определенные результаты, и такие виды спорта, как велоспорт, у нас есть система подготовки в училище Олимпийского резерва, ну и потом, соответственно, лучшие спортсмены, они передаются в РЦОП и в национальную команду, и их уже подхватывают на республиканском уровне. Василий Васильевич, подключайтесь к разговору. Гомельское училище Олимпийского резерва. Сегодня оно одно из лучших в стране, и это при том, что до сих пор учреждение не имеет собственной тренировочной базы. Получается, это не главное или могло быть и лучше? Ну, не совсем так. У нас есть филиал в городе Мозырь, вы об этом говорили, там великолепная инфраструктура. Другое дело, да, как головное предприятие, то да. Но наши учащиеся, вот они здесь присутствуют, они не обделены спортивной базой, они тренируются на лучших спортивных объектах области, да, можно даже сказать, и на республике. Но есть такое понятие, как шаговая доступность. Так вот, если бы за стадионом Центральный есть спортивный комплекс, вот уже Денис Владимирович об этом говорил, что есть надежды, что мы год-два введем этот объект, вот, то, конечно, бы качество проведения тренировок, оно бы намного стало бы лучше. Да и училище Олимпийского резерва, мы могли тогда осуществлять там и платные группы, это все-таки деньги, эти деньги пошли бы дальше на календарь спортивно-массовых мероприятий. Вот, поэтому, конечно, нам бы очень хотелось иметь такой объект, а мы, в свою очередь, вот обещаем, что наши результаты были бы еще лучше. Еще про результаты. Как отбираете учащихся и на что ориентируется тренерский состав? Есть система, которая сложилась, она в республике. Значит, вот, как говорил Михаил Константинович, учителя физической культуры в городе, значит, на селе, они хорошо знакомы с нашими тренерами. Если где-то что-то появляется, да, вот, хороший, интересный ребенок, значит, сразу звонят нашим тренерам, тренерам со спортивной школы. Вот этих детей уже привлекают к занятиям. То есть задача не упустить время, выбрать лучших и забрать их, либо в Мозыре, либо в Гомель, для того, чтобы поддержать вот на этом важном этапе. Сначала определить в какие-то спортивные школы, вот, как занималось, допустим, уже говорилось, да, вот, дети, они не должны быть потеряны где-то, вот, либо он будет как-то проявлять себя на улице, вот, либо его мы будем направлять в нужном русле, его энергию, вот. Ну, вы знаете, что спортом, особенно в единоборствах и так далее, ну, занимаются такие ребята, которые очень активные, вот. Поэтому, значит, наблюдаются они в спортивных школах, затем отслеживаются. У нас есть банк данных, мы приглашаем таких вот ребят, значит, в виде абитуриентов. До двух месяцев в течение года мы можем просматривать, вот, как они здесь в коллективе уживаются, как они адаптируются. У нас вот здесь есть ребята, вон, значит, которые практически учатся, да, 9,8, почти, значит, на 10 баллов. То есть, внимание, да, и успеваемость, и результат спортивный высокий. Да, и успеваемость, и выполняют и мастеров спорта, да. Вот, поэтому система, она есть. В среднем в год государство на одного ученика в вашем учреждении тратит около 5000 долларов. Сумма немалая, и я понимаю, вы вправе требовать результата. Ну, что и делается. Каждый тренер, он знает, что есть переводные экзамены, и на этих экзаменах потом спрашивается с него, да, какой результат достиг его учащийся. Вот, он отчитывается. Есть объективные, субъективные причины, но они прекрасно понимают, что эти вопросы все на контроле. А деньги действительно государство вкладывает большие, поэтому мы, как администрация, вправе спросить. У них есть не только права, но есть и обязанности. Поэтому, если уже берет учащийся, мы берем его, да, он должен быть целеустремленный, он должен знать и понимать, что это не уже занятие любительское какое-то на этом уровне, да, в спортивной школе. Вот, где я захотел, пришел, захотел, не пришел. Здесь уже все, значит, заточено под результаты. И результаты справедливости ради есть буквально вот из свежего. Мы готовим резерв в национальную команду. И вы сами правильно сказали, что по результатам смотра конкурса мы занимаем ведущие позиции в нашей республике. Все это обусловлено на работе, прежде всего, тренеров. Вот они делают результат. Мы, администрация, мы, как сопутствуем, мы создаем условия для того, чтобы они могли показать результат. Иначе они скажут, так, Василий Васильевич, вот вы с нас требуете, да, но вы нас обеспечите. Спортивным инвентарем, оборудованием, ну, достойное, чтобы мы могли, значит, проводить занятия. Вот мы к этому и стремимся. Часто мы слышим, в спорте, особенно региональном, много не заработаешь. И это понятно, что и детей, особенно их родителей, потому что роль их важна на этом этапе, волнует вопрос, та ли профессия будущего, сможет ли она прокормить в дальнейшем достаточно достойно? – Ну, вы знаете, я бы не сказал, что уже в спорте такие бедные люди, да, на каком-то уровне, когда, ну, я не буду сейчас говорить о социальном потрете, да, училище Олимпийского резерва, вот, но действительно, ну, кто из семьи, вот, допустим, которые, да, приехали дети, значит, из села, может, как вы и сказали, обеспечить своего ребенка, да, порядка пяти тысячам, значит, условных единиц в год вложить в него. А государство это делает. – Плюс стипендия, которую может получать ежегодно при хороших результатах учащихся. – Дальше, да, вот вы с языка у меня сорвали о том, что, а дальше, вот то, что он учится, он получает пятиразовое питание здесь, спортивное обмундирование, он выезжает на соревнования, а дальше ты становишься победителем республикам или Олимпийские дни молодежи, пожалуйста, вот в управлении облсполкома утверждена стипендия. Это порядка 300-400 рублей. У меня сегодня обслуживающий персонал столько не получает, а вы представьте, вот ребенок, да, он еще ребенок, он уже получает такие деньги. – Стипендию каждый месяц. – Стипендию, да, и пятиразовое питание, бесплатное, значит, проживание. Если он дальше попадает в состав национальной команды или выигрывает европейские, значит, какие-то медали, вот, все, он уже человек обеспеченный, он получает и президентскую спортивную, значит, стипендию, он уже и на ставке в национальной команде. Конечно, здесь есть вопросы, понимаете, если, допустим, в каких-то видах, вот, уже родители, они видят в своем ребенке, как что-то такое, ну, скажем, машина для зарабатывания денег, да, вот, как тот же Мирн, он 10 долларов у него в кармане, он поез в Америку своего сына, и он стал миллионером, он богатый человек. Если вот с этой точки зрения, да, видеть в своем ребенке, то это категорически неправильно. Ребенок должен понимать, что в него вкладывают деньги, что должна быть отдача, но это не объект для зарабатывания денег, и родители должны это знать и понимать. Кузенкин Михаил Васильевич, тренер училища Олимпийского резерва. Что я могу сказать про мотивацию? Мотивация в спорте имеет огромное значение. Но когда приходит ребенок в спорт, у него какая мотивация? Получить удовольствие, играть. Дальше больше его нацеливают на то, чтобы выполнить разряд. Потом разряд более высокий, попасть в сборную области, в сборную республику, выехать на международное соревнование, подняться на пьедестал, поднять флаг. Чем выше цель, тем больше надо влаживать труда. И вот только трудоголик, который живет спортом, спит, ест, ограничивает себя в каких-то удовольствиях, только тот может стать чемпионом. Понятно, что в команду проще взять готового легионера, но этот самый, скажем прямо, не самый скромный гонорар можно было бы потратить на подготовку местного специалиста. Талер Юрьевич, как быть, если результат нужен уже сегодня? Команда в данной ситуации на пятой строчке в турнирной таблице страны. Александр, вы понимаете, понятие сиюминутного результата, особенно в командных видах спорта, достигается, как правило, только единственным путем. Когда приглашаются именитые спортсмены, собирается команда, она завоевывает какую-то высшую пьедестальную, высшее место в турнирной таблице, и после этого очень многие игроки эту команду покидают. Гомель не идет этим путем. У нас очень большие традиции, богатые. У нас создана очень серьезная, стройная система подготовки своих воспитанников. Структурная пирамида хоккейного клуба Гомель включает в себя высшую команду экстралиги, команду высшей лиги и школу детскую, спортивную, которой ни много ни мало 12 возрастов. И на сегодняшний день мы, буквально несколько дней тому назад, перед болельщиками, мы презентовали команду образца следующего сезона. Из 29 человек команды, 22 наших воспитанника. Это стратегия клуба и, скажем прямо, отчасти уникальный опыт, ну как минимум в масштабах региона. Я вам скажу больше. В прошедшем сезоне, когда мы выезжали играть в суперфинале континентального кубка, и наша команда смогла пройти полуфинальную стадию, по результатам выступления суперфинальной кубки мы получили 17 мастеров спорта по хоккею и шайбе, и 13 из них – это наши собственные воспитанники. Понятно, что это наша стратегия, мы дальше будем продолжать ее, и на сегодняшний день мы очень широко представлены в структуре национальных сборных, и молодежных, и есть наши представители в главной команде страны – это Минском Динамо. То есть ребята сегодня востребованы в других клубах, и это тоже знак качества подготовки в Гомеле? Именно так. И более того, я хочу сказать, что помимо ребят, то есть хоккеистов, Гомель является кузницей еще и тренерских хоккейных кадров. Непосредственно в Гомеле начинали свою тренерскую карьеру такие известные специалисты белорусские, как Андрей Скобелко, Александр Андреевский, Леонид Гришукевич, Владимир Копоть, Артем Синкевич, Дмитрий Панцирев. Это люди, которые на сегодняшний день работают даже за пределами Республики Беларусь и приславляют нашу Гомельскую область и нашу страну. И еще немного о подготовке молодежи. С какого возраста работаете с ребятами? Мы начинаем работать с ребятами с шестилетнего возраста. И очень плавно, очень постепенно, ребята, пройдя все ступени подготовки детской школы, мы всем даем возможность попробовать свои силы в команде высшей лиги. И потом лучшим своим воспитанникам, разумеется, мы предоставляем место в основной команде. Есть такие уже, ну, знаете, не хочется раздавать авансы, да, но можно уже назвать несколько фамилий, которые играют в нашей команде. Это и Максим Моголецкий, это и Александр Скоринов, это наши воспитанники, которые прошли через институты национальных сборных и нашли свое достойное место в команде мастеров. И тот же вратарь наш Андрей Грищенко, который выступал на чемпионатах мира. Знаете, очень приятно, когда у нас существует своя вратарская школа, и два вратаря, основные вратари команды, это наши свои воспитанники, это дорогого стоит. Тем временем к разговору в студии спешит присоединиться заместитель директора Гомельского ледового дворца Мария Пузикова. Добрый день, Мария Александровна. Подключайтесь к разговору. Гомельский ледовый дворец – один из первых такого рода объектов в стране. В те годы для местных спортсменов, безусловно, только плюс. Огромный толчок в развитии. А что сейчас? Спустя 19 лет с какими проблемами приходится сталкиваться? Да, наш ледовый дворец является первым в области, в республике. Он у нас начал работать в 2000 году. За это время было проведено немало работ. В 2019 году у нас идет замена и ремонт холодильного оборудования. Также приобретаем ледоуборочную машину. Как расставляются приоритеты между профессиональным спортом и массовым катанием? Льда всем хватает? Да, льда хватает всем. На базе учреждения работает два учреждения. Это Гомельская областная с дюшер номер один, отделение фигурного катания и хоккейный клуб «Гомель» с двумя командами и 12 возрастов хоккеистов. В первую очередь у нас, конечно, выходит на лед. Это основной состав команды хоккейного клуба «Гомель». Потом мы делим оставшееся время по 50%. Это фигуристам и хоккеистам. В том числе я понимаю, что то самое массовое катание, та самая кружковская работа может привести, возможно, будущих звездочек в спорте. Да, массовое катание у нас очень сильно пользуется спросом. У нас очень большое количество приходит детей. Родители ставят детей, наверное, на лед с трех лет. И до того, как их можно зачистить в спортивные учреждения, они приходят на массовое катание сначала с родителями, потом сами. Это очень интересно, очень красиво. Дети стараются, им это очень нравится. И еще одно экспертное мнение о связи науки и спорта. Прямо сейчас поговорим с заслуженным работником физической культуры и спорта Беларуси, научным руководителем лаборатории олимпийских видов спорта Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина и Геннадием Нарскиным. Геннадий Иванович, располагайтесь, добрый день. Как давно в Гомеле науку стали подключать к спорту высоких достижений? Прежде всего, хотелось бы отметить, что в этом году исполняется ровно 50 лет, когда после окончания средней школы я поступил на факультет физической культуры нашего Гомельского университета. И уже с первых шагов обучения на семинарских занятиях, лекциях, профессорско-предудовательский состав нас подталкивал к занятиям научно-седовской работе. Там я познакомился, и мы сейчас большие друзья по жизни, с человеком, который сегодня знают не только в Белоруссии, но и во всем мире. Это Владимир Владимирович Шантарович. Когда Владимир Владимирович, у него появились первые успехи в конце 20 века, в 2002 году он пришел ко мне в кабинет и говорит, хочу двигаться дальше, но не знаю как. Давай, наверное, привлечем спортивную науку. И вот тогда мы очень плотно начали работать, стали приобретать новое современное оборудование. Результаты первые не заставили себя долго ждать. Уже в 2004 году на Олимпийских играх Петрушенко-Махнев завоевали бронзовые медали. Мы очень плотно работали к Олимпийским играм 2008 года в Пекине, где мы отрабатывали все моменты, циркадные ритмы, подготовки и так далее. И когда на предолимпийской неделе за год до Олимпиады наши грибцы приехали все с медалями, в том числе и отрабатывали моменты акклиматизации, Владимир Владимирович сказал, мы попали в точку, идем в этом направлении дальше. Какие функции, какие задачи решает лаборатория сегодня? Слагаемых спортивных результатов ухо очень много. Физическая, техническая, тактическая, морально-волевая, психологическая и так далее. Вот наш опыт работы показывает, что если спортсмен физически и функционально не готов, значит ломается и техника, и тактика, и так далее. Поэтому мы сделали упор на анализ и исследование физического и функционального состояния спортсменов в различных видах спорта. В данном случае мы после исследования материала, который исследовательского мы получаем, проводится большая аналитическая работа, и тренер-спортсмен уезжает от нас с конкретными рекомендациями по использованию этих наработок. Но если образно сказать, можно так, что легко ехать по дороге, где установлены дорожные знаки, вот мы для тренера и спортсмена устанавливаем дорожные знаки, а по этой дороге едут они сами. Сегодня это работа на экспорт в том числе? Вы знаете, опыт работы у нас с белорусскими командами, с восьмю национальными командами по видам спорта. Причем, как часто мы говорим, мы работаем на подготовку к чемпионату мира Европы в олимпийских играх. Это индивидуальные виды спорта, такие как плавание, биатлон. Затем к нам пришли борцы, гребля академическая подключилась, биатлон, современные пятиборья и так далее. С 2012 года на нас обратили внимание команды по игровым видам спорта, в частности, футбольная команда «Динамо Минск». Александр Сергеевич Сиднева приехал к нам в свои команды. Затем Минска «Динамо». Памятуя, что мы в 2004 году серьезно занимались с Владимиром Игнатьевичем Синицыным, когда готовили мы наши хоккейные клубки в континентальном кубке, где наша команда заняла второе место. Мы приобрели определенный опыт, ну и дальше пошло-поехало. Это и Бате Виктор Михайлович Анчаренко нас пригласил, это и Шахтер Солигорский, Гомель, ну и так далее, и так далее. Если говорить об экспорте, сегодня, да, в нашей работе к нам приезжают отдельные спортсмены из Украины, Молдавии. В этом году из Грузии борец приехал, к нашему удивлению. Мы работали с национальной командой по футболу Казахстана, нас приглашали в Алмату. Но если сказать о том, что работает она эксперт, сейчас, вот буквально несколько дней назад, мы приехали из Бреста. Это уже вторая наша поездка, нашей работой серьезно заинтересовался Брестский гонбольный клуб, почему я говорю на экспорт, потому что там только восемь наших белорусских спортсменов, остальные легионеры. Но и при этом там тренеры-испанцы, три испанца. Ну вот, поэтому, если можно так сказать, работа идет и на экспорт. Я бы хотел в дополнение слов Геннадия Ивановича сказать, что тренерский штаб хоккейного клуба «Гомель» во время подготовки к играм в полуфинале и финале континентального кубка, и особенно готовя команду к выходу в финал, то есть к играм полуфинала, очень плотно работал с лабораторией научного университета, с Геннадием Ивановичем. И, возможно, именно это явилось одной из тех составляющих, что мы, не имея в составе звездных игроков, фактически имея больше половины в составе своих воспитанников, но правильно, грамотно построив тренировочный процесс, именно функциональное состояние спортсменов позволило выйти в суперфинал континентального кубка. И в завершении разговора к статистике Евроигр, с которой начинали, у спортсменов Гомельщины 20 медалей и второе место в общем командном зачете страны. Как укрепить этот результат, эффективно работать со спортивными кадрами? Особенно актуальная тема в преддверии Олимпиады в Токио. Я бы хотел сказать, что самое главное – это прививать спортсмену любовь к своей родине, любовь к той школе спортивной, к тем тренерам, к окружению, к своим близким, чтобы он постоянно чувствовал необходимость гордиться собой, гордиться своей страной. И, конечно, это полностью непередаваемое ощущение, когда ты находишься за пределами родной республики. Звучит государственный гимн страны, и это потрясающая мотивация для спортсменов. Нужно постоянно заниматься патриотическим воспитанием спортсменов. Не секрет, что составляющая любого дела – это, конечно же, являются люди, это кадры, это материально-техническая база, это финансирование и система вообще организации. Вот сегодня мы проговорили практически все эти вопросы. Да, затронули темой патриотизма. Вы знаете, еще вот понятно, что начинается сейчас отбор, завоевание лицензий. Спортсмен – он профессионал, его не надо напрягать, понимаете. Понятно, что такое европейские игры и что такое олимпийские игры. Поэтому он должен, понимаете, он профессионал, он любит свою работу, и он должен быть как артист, понимаете. Он выходит, и он показывает все лучшее, что он может. И на него должны идти зрители. Ну, пусть он даже не покажет там какого-то высокого результата, да, на которого там планировали все, но если он отдаст все, на что он способен, если он пройдет все этапы подготовки, а это, значит, происходит на самом деле, вот, то мы должны и верить и в него, и в то, что у нас все получится. Кузница спортивных кадров – тема выпуска сегодня. Дмитрий Владимирович, так от чего же зависит та самая эффективность работы с кадрами в спорте? Отслаженной работы всех заинтересованных, которые сегодня работают в спорте, пришли в спорт. Ведь сегодня каждый спортсмен прежде всего должен понимать, ради чего он тренируется. Он тренируется ради результата. Вот недавно на встрече с болельщиками хоккейного клуба спросили, так вот, какое же место, да, вы ставите перед командой. Каждый тренер перед своим воспитанником ставит задачу только первое место. И каждый спортсмен должен к этому стремиться. Глава государства когда-то на собрании по развитию вида спорта сказал, что сегодня, мало того, что спортсмен – это лучший дипломат, потому что в честь него поднимается флаг, звучит гимн и о стране узнают. Но сегодня еще и спорт – это, наверное, главная идеология, потому что ради и вокруг спорта объединяется нация. Поэтому, конечно, спортсмены, тренера, администраторы, чиновники – все должны понимать, ради чего они работают, и работать на результат. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои, на этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Благодарю за участие. Спасибо. Спасибо.